Украинский неизвестный блог представляет Здравствуйте! В эфире канала УНБ Белог Невоздоровый образ жизни. Принципы и смысл. Что такое здоровый образ жизни? Одни считают ЗОЖ правильное питание, другие считают, что надо каждый день поднимать штангу и так далее. Но что такое ЗОЖ здоровый образ жизни? Постоянное повышение иммунитета. Этот вопрос можно решать при проведении различных процедур, направленных на общую закалку организма. По сути, она должна проводиться еще в дошкольных учреждениях, чтобы привязать подрастающему организму возможность противостоять различным заболеваниям, а в процессе болезни выздоравливать с наименьшими потерями для организма. Также важны общефизические упражнения, которые не только благоприятно влияют на физическое состояние человека, но и повышают жизненный тонус в целом. Устоявшийся режим жизни. Это значит то, что каждая сфера жизни человека должна иметь свой режим и график. Это касается не только работы и отдыха, но и определенного времени проведения физических занятий, а также сна. Любая деятельность человека, будь то прием пищи или поход в магазин, должны чередоваться с отдыхом, так как человеческому организму в любом случае необходимо восстановить потраченную энергию. Только в таком случае, когда жизнь человека будет расписана по какому-то графику, найдется время не только для работы и отдыха, но и для введения активного образа жизни, физической подготовки организма, а также временно личные интересы и потребности. Несовместимость здорового образа жизни с наличием вредных привычек. Здесь речь идет не только о том, что человек должен отказаться от систематического употребления продуктов, которые самым негативным образом влияют на здоровье и жизнедеятельность человека. Он должен отказаться от них совсем. Более того, он должен специально избегать и место, где вредные вещества могут к нему попасть не сознательно, а пассивно. Это, в первую очередь, касается мест курения. Вредные вещества, такие как алкоголь, табак и наркотики, способны только затормозить сознание человека, но никак не обеспечить решение его проблемы и неприятности. Таким образом, человек может сам себе выбрать линию поведения, которая поможет ему в дальнейшем не только сохранить и приумножить показатели здоровья, но и провести насыщенную, неповторимую жизнь в целом. Активный образ жизни, путь на здоровье, в интернете цитировано. 14 сентября 2016 года, HTTP, Стэнс Бэроуэй. Руди Линза и опытом активный джебрэс хизни пудка из Бэроуэйю. HTML. Тема седьмая. С лечебными свойствами пара здорово жить. Слово «человек» можно трактовать как «жить тело». Это сто лет век. Мы бы и жили сто лет, если бы вели здоровый образ жизни. Помешают нам неправильная еда, гипогинамия, болезни, стрессы, отсутствие желания творить и самореализовываться. Отрицательное психоэмоциональное состояние. К счастью, многие из нас осознают, что современная медицина еще не достигла своего совершенства, поскольку ей не под силу избавить человечество от всех болезней. Поэтому мы сами становимся творцами своего здоровья, изменяя свой образ жизни. Одним из маленьких шагов в жизни без болезни у меня становится использование лечебного свойства жара. Жар является противоположностью холоду. Он лечит, очищает, укрепляет, восстанавливает и оздоровляет весь организм. Поэтому я не представляю своей жизни без бани или сауны. В переводе с латинского «баня» «бальнеум» значит «прогонять болезнь, грусть и боль». Баня считается самой эффективной косметической процедурой, улучшающей обмены и процессы, внешние виды и наше самочувствие. Баню любят и старики и молодежь, хотя беременным женщинам, людям с больным сердцем, эпилептикам, астматикам, онкобольным баню противопоказано. Не могут ее посещать и те, кто приболел болезнью Боткина, у кого был инсульт травмы головного мозга и имеются малокровие и расширенные сосуды. Хочу рассказать всем подробнее о бани и свойствах жара. Процесс очищения в парилке или медитации по-русски. Воздействуя на организм теплом, мы начинаем потеть, то есть выделять жидкость посредством потовых желез. Из кровеносных сосунов кожу прибывает на смену ей новая жидкость, обновляя кожу, подпитывая изнутри и делая ее здоровой и бархатной. Жара ширяет сосуны, активизируя кровообращение и насыщая клетки кислородом и питанием. При этом арбанизм быстро отдает шлаки и канцеролины, прощепленный жир, грязь, ороговевшие клетки посредством открытых и прочищенных горячей водой пор. Поры начинают дышать, улучшая водно-сольвый обмен и раздражая почки. Жар парной бани способен избавить нас от болезнет варных микробов, улучшить функцию кожи и нормализовать жировой обмен, сделать сухую кожу жирнее, а ожирную – суше. Физиологические свойства кожи также улучшаются. Она становится волею трубы. Исчезают мелкие морщинки и контрактуры растяжения. Состав крови становится более качественным за счет повышения количества гемоглобина, рейкоцитов и эритроцитов. Железы внутренней секреции активизируют свою деятельность. Все болевые ощущения в организме успокаиваются. При совмещении банова жара с массажем отлично стимулируются мышцы и суставы. Горячий и влажный воздух лечит ОЭЗ, бронхит, пневмонию, артрит и прочие болезни. Он благоприятно воздействует на гортан, слизистую полость рта и носа, улучшает воздухообмен в альвеолах легких. Пар сжигает, плавит и окисляет холестерин на стенках артерий. В ванне можно лечить геморрой, болезни кровеносных сосудов, подагру, цистит и неврит. Вместе с потом выходит хлор, натрий и молочная кислота, калий, азот и мочевина, аммиак и кальций, глюкоза, магний, азот и аминокислоты, кератин и немного витаминов. Поэтому в перерывах между посещением парного отделения следует пить витаминизированный чай с наличием микроэлементов. Какая бамя без веника? Веник? Это атрибун для целебного массажа. Какая польза от веника? Пары горячая вода изымают все речебные активные вещества из растения, а кожа их впитывает. Веники из бельзовых веток выделяют ароматные эфирные масла, которые лечат ревматизм, гнойничковую сыпь, очищают кожу, улучшают дыхание и способствуют отхождению мокроты. Хорошо обдавать тело настоем от березового веника в самом конце банной процедуры. Веник из липы активизирует обильное подогревение, снимает головную боль и избавляет от простуды за счет усиленного отделения мокроты и снижения температуры тела до нормальной, благоприятного влияния на легкие почки. Дубовые веники избавляют кожу от сальных пробок, заболеваний придают ей упругости и убирают жирный блеск. Кора веток имеет дубильные вещества, которые справляются с болезнетворными микроорганизмами. Крапивными вениками выливают радикулит. Излечивают суставы, предварительно обдавая веник кипятком и затем холодной водой для предупреждений ожогов. Стригать по пояснице нужно без фанатизма, не забывая о почках. Вениками из эвкалиптовых веток изгромяют простуду, невралгии. Борячий веник можно прикладывать к ступням, теплый, к лицу для улучшения дыхания. Ветки вяза хороши для массажа тела, от головной боли и головокружения, прокачки крови в постоянно мерзнущих руках и ногах. Несколько горстей листьев вяза можно запарить и опустить в напор кисти или стопы. Веник из кленовых веточек используют как антисептик, от ран и воспалений. Он поглощает пот с вредными веществами. Париться орешником полезно при варикозном расширении вентрофических язвах. Экземит нейровермити. Сосновая, еловая и пихтовая хвоя нормализует кровообращение и продлевает жизнь. Ветки запаривают кипятком и выдерживают в нем полчаса. Затем оборачивают простыни и кладут на верхний полок для распаривания. После этого можно лечь на завернутый веник на 5-8 минут и делать легкий массаж тела. Выдержать похлестывание колючей хвой может не каждый, но со временем кожа привыкнет, а польза от этой процедуры огромная. Веник из можжевельника по действующим веществам схож с березой, но воздействует на организм он резче. Заранее можно скомбинировать веник из веток разных растений, что избавит от нескольких болезней. Например, полезно соединять березу и луп, эвкалипты и крапиву. Иные парятся подчередно двумя вениками – можжевеловым и хвойным, березовым, затем дубовым. Если нет веника, то захватывать горячий воздух можно второй половиной простыни, на которую мы садимся. Тогда идёт и полотенце, которое можно нагнать на себя пар, а затем хорошо растереть грудь и спину, ягодицы, бёдра и воли. На каменную печь можно налить мятный отвар, настой из хвой, мяты перечной, полыни, шалфея, липы, можжевельника, любых ароматных трав, даже квас, хреном и пиво. Вещества из настоя с паром начнут активизировать лёгкие, а они, выделяясь с вымыхаемым воздухом слизь с токсическими продуктами. Таким образом, мы проводим имбаляцию и очищаем организм, излетиваяся от гранхолевочных болезней. Как правильно париться? Первый заход. После примятия тёплого душа без мыла или обмывания из ведра в сельской бане в парилке нужно находиться 3-7 минут, чтобы началось потоделение. Детям и старикам хватит пара на первой полке лавки. На голове должна быть черстяная шапочка или платок полотенцей. Шлёпанцы на ступни надевают только в общественных банах. За час до банной процедуры нужно съесть кашу, овощное или фруктовое блюдо, выпить чай с травами. Трапеза должна быть легкой. На пустой желудок в баню не ходят. Лучше всего посещать баню после 9-11 часов, чтобы не нагружить сердце. Второй заход. Достаточно находиться в парилке 15-35 минут, больным людям 12-15 минут. Последующие заходы увеличиваются во времени на 1-2 минуты. Вначале нужно лечь, чтобы ноги и голова были на одном уровне. Затем нужно медленно сесть и через минуту медленно встать и выйти до 15-ти минутного отдыха. Горячий чай с лимоном и вареньем или кровяной отвар без сахара не будет лишним. Третий заход. Теперь можно использовать веник, подавая парку каждые 20 минут, но не более 3-4 раз, если два не только одно отделение для мытья и пара. Веник отмочиваем в горячей воде, стрихиваем, поднимаем вверх или кладем на верхний полок или камни. Сначала положиваем листьями веника по рукам и торцу, затем прикладываем к стопам и введем по голями, бедрам и спине, шеей и обратно. Хорошо в бане иметь напарника, чтобы расслабиться и принимать с удовольствием массаж веником. Далее следует растирать и препаривать веником. Таким своеобразным компрессом можно улучшить теплообмен, уменьшить боли, стимулировать отделение пота и согреть кожу. В последующих заходах умельно горячий веник прижимают к пояснично-крестцево-еводичной зоне на 1-3 секунды, между лопатками, большим суставом, коленом, голеностатным, тазобедреному. Следующий этап – выполнение постебивания концом веника по спине, пикрам, стопам, затем по груди и животу, ногам и рукам. Похвистывание чередуется с прижиманием веника к телу. В конце процедуры положивают все тело одним или двумя вениками. Между заходами в парилку можно принимать контрастный душ, окатывать себя из ведра холодной водой, купаться в бассейне, прыгать в снег или посидеть в прохладном помещении, пить отвары и чай. В конце банной процедуры нужно помыться жесткой мочалкой с мылом и обнаться травяным настоем. Какие напитки полезны в бане? Прохладная кислая брусничная вода хорошо утоляет жажду и активизирует работу почек и печени. Липовый чай после второго захода в парилку активизирует работу потовый желез. Мед или сахар добавляют по вкусу. Сборный чай из сушеного зеробоя, лиречной мяты, душицы по 3 части, ягод гузины черной и шиповника по 1 части. На 1 литр кипятка 50 граммов сбора. Чай из плодов шиповника и цветков ромашки хорошо очищает и пополняет организм витаминами. Размельченный шиповник запариваем кипятком на 5 минут, затем добавляем к цветке и наемно стояться под крышкой 10 минут. После отделения лучи можно добавить мед или сахар, но можно и без подслашивания пить чай из рябины и малины. Один к одному является хорошим патогонным средством. Плоды запаривают в чайничке с добавлением сушеных листьев смородины. Лечебные свойства сухого пара. Если в баню мы оздоровляемся влажным паром, то в саунах – сухим горячим воздухом. Различия между баней и сауной есть, несмотря на сходное влияние на наш организм. В парилке русской бани температура воздуха достигает 40-50 градусов Цельсия, влажность доходит до 100%. Парной под отделение слабее, чем в сауне. Но очищающий эффект в бане сильнее за счет конденсированной воды, оседающей на все тело. Парная под силу за коленом и физически крепким людям как профилактика заболеваний. Больные люди используют более низкую температуру в бане и находятся не так долго в парилке. Сауну могут посещать дети с трех лет и старики и люди менее закаленные или вообще без закалки. В сауне температуру можно установить до 90-100 градусов Цельсия, но злоупотреблять сауной также нельзя, как и парилкой в бане. В сауну можно заходить после мытья мочалкой с мылом, кроме головы и вытирания на сухо тело. На голове должна быть черстяная шапочка или сицепый платок. Обувь в помещении сауны не надевают, чтобы не вдыхать пары грязной кожи или резины. Первый заход следует полежать на простыне 5-10 минут без всяких движений. Как только начинает усиливаться сердцебиение, а дыхание учащается и становится поверхностным, нужно медленно встать, посидеть минуту и выходить. Быстрый подъем может привести к обмороченному состоянию из-за резкого распределения крови. Полезно постоять под прохладным душем или постепенно войти в бассейн. Нырять с головой не стоит. Под душ сначала подставляют ноги и руки, а затем весь корпус. После второго захода на 10-12 минут принимают контрастные души и начинают с холодного. Моют голову шампунем и отдыхают 15-20 минут с чашечкой чая или кровяного отвара. После подсушивания полотенцем волос головы заходят в горячие отделения третий раз на 12-15 минут. Затем повторяют контрастный душ, начиная с холодной струи и заканчивая горячей для продолжения под отделения. Хорошо обтираются и приступают к целебным напиткам во время получасового отдыха. Например, к чаю из душицы, зеробуя и шиповника. Важен контроль самочувствия и проверка пульса в сауне. До первого захода пульс должен быть с частотой 60-70 и более ударов в минуту. После него 110-120 ударов в минуту. После отдыха до 80 ударов в минуту. После второго захода пульс бывает 120-140 ударов в минуту. После отдыха до 80 ударов в минуту. Парилка в квартире или доме. Весовые причины иногда мешают посещать нам русские парные бани или сауны. Изобретательные люди всегда найдут выход из создавшейся ситуации. Парилку можно устроить и дома. Достаточно шить большой мешок с дном для установки масляного обогревателя и таблета. Или пластмассового стульчика. И за висками сверху. Материалом может послужить плотный полиэтилен. Через небольшое отверстие в мешке. Сбоку следует протянуть шнур обогревателя и включить в сеть. Стенки мешка не должны соприкасаться с обогревателем. Теперь можно садиться на стульчик. Поднять край мешка. Включать обогреватель на температуру на 80-90 градусов Цельсия. И завязать рисунки возле шеи. Может понадобиться с помощью родных. Ежедневный прием такой парной. По 10-15 минут. Прохладный душ. Затем теплые души. Мытье тела жесткой мочалкой с мылом. И контрастный душ. Прекрасные процедуры для оздоровления организма. Кедровая бочка для мини-салны. Кедр-батюшка ценится северяками за масло из орехов. Поскольку оно стимулирует половые гормоны и повышает чувственность как кончайший афродизик, а также за мощные антиоксидантные молодильные свойства для кожи и всех систем организма. В древесине кедра присутствуют эфирные масла и фитонциды. Поэтому бани и салны обшивают изнутри кедровыми носками. Сейчас в доме или квартире можно установить готовую мини-салну из кедровой бочки. Для этого нужно выделить всего один полтора квадратных метра при высоте 2,2 метра. Подключать к водоснабжению и канализации бочку не обязательно. Антибактериальным воздействием древесины кедра вместе с паром можно излечивать сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы, органы бихания, ОРЗ и брит, ангину и слезистую полость рта, кожный покров, целлюлитые ожирения. В мини-салну производители могут вмонтировать инфракрасное излучение. Оно способно проходить через ткани мышц и кожу без нагружения сосудов и сердца. Оно вызывает усиленное подотделение и вывод посредством пор канцерогенов и токсинов. Заходить в мини-салну следует после ванны или душа и с сухим телом. Голову моют уже после процедуры. В определенное место нужно засыпать фитосбор, добавляя туда эфирное масло, 3-5 капель, включить генератор и прикрыть горловину бочки тканью. Спустя 5-8 минут можно садиться в бочку и наслаждаться процедурой 10-15 минут. Затем принимают холодный душ, вытираются на сухо и продолжают процедуру еще 10-20 минут. Теперь полезно принять контрастный душ, начиная с холодного, затем можно помнить голову и восстановить силы целебными напитками. Вани не имеют границ. Хамамы или турецкие вани, как и сауны, можно встретить в городах России за ее пределами. В них предлагается такое количество процедур, что в хамаме можно провести целый день. Как и в русской бане, здесь подают телу много влажного пара температурой до 80 градусов Цельсия. До появления потовыделения в теплом помещении отдыхают на разогретых каменных или мраморных лежанках, чубикшашах. Затем устраиваются в мишах с горячим паром. Ниши могут иметь разную температуру пара, выбирая любую. Затем принимают восточные массажи и плавают в бассейне. Отдыхают и принимают косметические процедуры. Я прочувствовала и поняла, что отличие турецкой вани от русской парной в том, что тело в ней медленно нагревается. Поэтому долго нельзя находиться в хамаме из-за ненормальной работы естественной терморегуляции кожи. Можно просто приусердствовать. Но косметическим процедурам такое воздействие тепла прекрасно подготовливает. После бассейна тело смазывают ароматическими маслами или увлажняющими кремами. Экзотические хамы можно установить в квартире или доме, если позволяет площадь. Понадобится помещение высотой 2,8 метра с куполообразным потолком. Волоснабжение, холодная и горячая, канализация и вытяжка, паровая и гидроизоляция. Хамам оснащают плиткой. Для поддержки постоянной температуры применяется система теплых полов, а для получения пара — парогенератор. Афура, фура и сента — японские бани. Эти экзотические бани стали устанавливать на дачных участках, в частных домах. В них купаются на улице водой с температурой до 55 градусов Цельсия даже зимой. Ощущение просто супер. Сента. Сначала нужно вылить на себя воду в количестве 4-5 ледера и вымыться под душем. Затем заходят в бассейн — большую деревянную бочку с подставкой сиденьем и горячей водой. Здесь следует хорошо пропотить. Затем выйти и растереть себя жесткой рукавицей, принять массаж и снова вернуться в бассейн. В такой бочке может поместиться вся семья или компания гостей. Фура. В своеобразной полилке из бочки с теплой водой человек сидит на скамеечке, но полуежа. На голову надевают шапочку с моченую холодной водой. Бочку ставят на печи и нагревают до температуры 40-50 градусов Цельсия. Время нахождения в бочке — 4-6 минут. После разогревания следует насухо вытеть себя полотенцем, завернуться в простыни или надеть халат и отдыхать на кушетке в течение часа. Чтобы сбросить вес, нужно завернуться в одеяло и шерсти. Фура. Баня с ароматами прекрасно оздоровливает организм. Воду в бочке заменяют опилки кедра, много сухих трав. Наслаждаться процедурой можно 15-20 минут. Нагрятые опилки и травы отдают свои эфирные масла и впитывают пот. Кожа при этом омоложевается и расщепляется жир. Иногда в такие бочки помещают песок, как в итальянских банях. При нагревании он действует вместо скраба, впитывает пот и регулируется на увлажнении кожи. В заключении хочу отметить, что в банях и саунах мы не только оздоровливаем свой организм и кожу, мы избавляемся от ежедневного стрессового состояния, которое угнетало нас до порога бани. Здесь проходит наш гнев, что позволяет нам испытывать блаженство и расслабление. Анасова Надежда С лечебными свойствами пара здорово жить в интернете цитирована. 15 сентября 2016 года HTML Тема восьмая Заколевание и контрастная терапия – процедуры для здорового образа жизни Еще одной широкой ступенью на пути в здоровье без лекарств является заколевание нашего организма. Его нельзя разделить с контрастной терапией, поскольку без контрастной температуры воды, воздуха, солнца, хождение босиком по горячей земле или холодной траве и с него невозможно правильно закалить наше тело и дух. Для чего нужно заколивать организм? Я использовала заколевание для того, чтобы организм приспособился к температурным изменениям окружающей среды и не снижил свои иммунные силы во время эпидемии. Заколевание помогает Тренировать деятельность сосудов Сердца Укреплять вегетативную нервную систему Поднимать тону жизни И гармонизировать психику Возвратить в норму нарушенные функции организма Остановить старение организма за счет омоложебающего эффекта Закалить организм можно пассивно За счет привыкания Или активно Организованно И дозировано А оздоровить Перепадом температур То есть теплом и холодом Чтобы компенсировать перепад температур в организме Подключается внутренний закаливающий механизм способный к нейтрализации температурных нагрузок Поэтому у закаленного человека имеется своего рода так называемая враня Защищающая его от температурных колебаний внешней среды Важно знать, что при резких значительных перепадах температур ускоряются обмены и процессы, освобождающие каждую клетку от шлаков и солей и продуктов ее жизнедеятельности Закаливание нужно совмещать с физическими нагрузками, отказом от курения и алкоголя, нездоровой пищи В противном случае нет смысла стремиться к здоровому образу жизни Психологическая настройка очень важна, чтобы начать процедуру заколебания Крайности могут принести лет, поэтому начинать резко себя обливать ледяной водой или моржевать не стоит Чтобы совместить температурные воздействия с возможностями организма необходимо Вначале обтирать влажным полотенцем лицо, грудную клетку и ноги, затем отоласкивать их прохладной водой в душе Дополнительно можно примять минутную ванну Искупаться в водоеме Заколебающую процедуру начинать с горячей температуры воды обливаний 40-42 градуса Цельсия, снижая ее до 15 градусов Цельсия Каждый день или два температуру понижать на 1 градус Цельсия Прерывать ежедневный ритуал заполевания не рекомендуется, поскольку тогда нет смысла добиваться нужного результата Придется все начинать заново Температуру снижают, а результат закрепляют и далее начинают обмывать стопы холодной водой Если стопы станут менее чувствительными к холоду, тогда можно будет избавиться от простудных заболеваний Сначала температура воды блистоп составит плюс 20 градусов Цельсия Для людей с низким иммунитетом – плюс 25 градусов Цельсия Длится процедура 30 секунд Каждые два дня температуру снижать на 1 градус, а длительность процедуры довести на 4-5 минут В блистоп можно делать контрастные баночки В одной емкости температура воды будет составлять плюс 37 градусов Цельсия В другой – плюс 20 градусов Цельсия Выдерживать ноги в теплой воде нужно 30 секунд, прохладной – 15 секунд После повторения 3-4 раза ноги хорошо растереть жестким полотенцем, бапельным, до появления покраснения на коже Постепенно горячую воду нужно снижать до температуры плюс 15 градусов Цельсия и ниже Если мы обливаем стопы или принимаем контрастные баночки, мы тонизируем организм посредством множества нервных окончаний Ходьба по земле босиком активизирует биологически активные точки, отвечающие за горло Поэтому заколебание стоп избавит нас от ангина и иных заболеваний горла Но не нужно спешить выбирать босиком в снег зимой Чудо произойдет только при кропотливом и поэтапном заколебании Поскольку организм способен вырабатывать под влиянием холода тепло, что позволяет нам выдерживать холод Как мы лечим себя холодом без таблеток? Холод активизирует то крови Кровь доставляет свежие кислороды и питание в каждую клетку, поэтому организм наполняется энергией и теплом При охлаждении тела снаружи мы способствуем прогреванию организма изнутри со всеми жизненно важными органами и системами Внутреннее тепло и холод создают контраст снаружи и включают энергию Она продвигается по всем сосудам крови телу, оживляет капилляры Открывая пары, она дает клеткам возможность дышать Вот так нами активизируется целительная сила организма Он излечивается без таблеток Противопоказаний против умеренно воздействовать холодом не противопоказано Благодаря заживительному эффекту холода стихают болевые приступы в суставах, костях и мышцах Ускоряется ток крови и отток лимфы к узлам Приходит в норму работа сосудов, сердца, органов дыхания и ЖКТ Нервной системы ставится защита от нервных при напряжении Включая стрессы и депрессии Кожа изменяет свой вид, становится моложе Здоровее за счет дыхания, питания и активизации работы потовых и сальных желез Рассмотрим поближе основные методы закаливания В любую погоду можно закаляться Обливанием После освоения и обтирания я пришла к обливанию Чтобы не вызывать неприятные ощущения Вначале в емкость набирал воду комфортной температурой и выливала ее на себя Растирала свое тело грубым вопельным полотенцем и просто руками Ежедневно мною температура снижалась на 1-2 градуса Цельсия Сразу же пары начали открываться Тело задышало Кожа приобретала красивый цвет Стала более эластичной При одновременном растирании руками или щеткой с натуральной щетиной очищались забитые широкие пары Исчезли черные точки Почувствовала прилив энергии, что положительно сказалось на работоспособности Растирание полотенцем тонизировало нервные окончания на коже Мои нервы стали крепче, поскольку я перестала раздражаться по всякому поводу Растирание полотенцем тонизировало нервы Время приливаем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон